Ярмарки, вакансии и форма взаимодействия с гражданами, желающими получить рабочее место, в областном центре реализуются уже не один год. Сегодня на вакансию водитель потенциальных сотрудников набирали представители Брестского троллейбусного парка. Город растет и развивается, транспорта становится все больше, что и определило необходимость в расширении штата. Троллейбусный парк – не единственная структура, нуждающаяся в кадрах. Ярмарка вакансий позволяет непосредственно нашему жителю города Бреста найти свое рабочее место. Потому что у нас сегодня есть большая востребованность именно по строительным профессиям, по структуре торговли. То есть нам нужны продавцы, товароведы, кладовщики и так далее. Также нам надо и повара. Нам нужны водители наших городского транспорта и наших субъектов хозяйства. Восстребованность есть. Почти два десятка работников будут отправлены на обучение для получения новой профессии – водитель троллейбуса. К слову, в перечне востребованных по-прежнему остаются такие специальности, как повар, кондитер, строитель, швея. На них есть и спрос, и предложение. Отдельным блоком идет трудоустройство граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. Конечно, среди них есть и те, кто не желает трудиться. Однако, такие не все. Из 40 человек, пришедших сегодня за консультацией, есть люди, готовые взяться за любую работу. Для них главная цель – вернуться в общество и получить некоторую стабильность. У нас в этом году проведены 9 дней предприятий и вот вторая ярмарка вакансий для лиц, имеющих судимость. До конца года мы еще планируем провести ярмарку вакансий предприятий торговли и предприятий строительной сферы. Деятельность наша в этом направлении уже продолжена не первый год. Очень плодотворная. У нас по итогам таких мероприятий все, в принципе, граждане на сегодняшний день, которые ищут работу, ее получают. Практика проведения ярмарок вакансий в областном центре будет продолжена. Для этого есть все основания. Более 500 граждан уже в текущем году получили предложение по работе в рамках ярмарок вакансий. Как показывает практика, открытое общение желающего трудиться и нанимателя позволяет решать многие вопросы прямо на месте.